Девочки, всем привет! Сегодня видео будет про два аромата, про которые я вам хотела рассказать. В общем, да может быть это и к лучшему, что они не попали в прошлой части аромата, которые я носила в августе. Потому что про них хочется... про них не хочется спешить, не хочется заговорить два слова, а хочется действительно посвятить им. Даже для каждого можно было бы посвятить целое видео. И это ароматы Лилифант Джангл, Джангл Лилифант от Кинзо или просто Слон и Сафари от Ральфа Лоурена. Необыкновенно красивый бутылёк. Мне нравится, что одно оформление очень красиво. Этот слон, дипальмовые листочки, крышка невероятно тяжёлая, она металлическая. И плотно сидит, упадёт на ногу, на палец. Если будете в носках, то будет больно. И аромат. Ничего подобного до этого аромата у меня в коллекции не было. И Сафари тоже. Обратите внимание на эту красоту. Это, наверное, попка. Это спина. А вот это вот перед. Вы видите, да? Крышка здесь дешёвая. Дешёвая, лёгкая. Я думаю, что изначально... Хотя, кто-то знает, может быть. Может быть, так и задумывалось. Но всё равно выглядит очень красиво. Это тоже было для моего носа просто шок, что-то новое. И я, когда вдыхаешь их, понимаешь, что это какие-то легенды. До этого я знала... Это пряные ароматы, девочки. Разные, но пряные ароматы. До этого я пряность знала по-другому. Первый пряный аромат, который у меня появился, это был кабака. Кабака, вы знаете... Вот если его вдыхать, чувствуешь здесь корицу. Но эта корица утопает ещё какие-то пряности, может быть, здесь. Утопает в цветах и фруктов. И здесь фрукты переспелые, а цветов очень много. И они как будто такие медовые. И здесь характер и цветов, и фруктов такой ретровый, классический. Не то, что сейчас мы встречаем в современном парфюмере, когда говорится, да, что ароматы фруктовые или аромат цветочных. Нет, сейчас пытаются, мне кажется, обыгрывать какие-то более ретро цветы, но всё равно у них звучание получается современное. А здесь вот действительно то, как раньше добавляли. Букетом, богатый сок. Вот, это первое. Но, как я уже говорила, с вот этой пряностью кабака не сравнится. Следующий аромат... Нет, самый первый был Obsession, но я его тогда совсем не поняла. Поэтому я вам покажу по мере того, как я понимала ароматы. Blue Grass. Это яркая гвоздика, но это яркая гвоздика в цветах. И ещё там есть пряности. Может быть, розмарин. Ещё что-то. Может быть, даже... Не знаю. Ну, какие-то ещё специи. Но раньше с удовольствием добавляли специи в ароматы, потому что это прибавляет... Какую-то таинственность, какую-то тончённость ароматом придавала. Это аромат... Формула 1936, если я не ошибаюсь. Прекрасный, прекрасный. Следующий аромат коричный, утопающий в фруктах и потом в цветах для моего носа. Это FAM от Rasha. И здесь чувствуется гурманика. Но это гурманика... Привет 90-е. Хотя, если не ошибаюсь, то аромат либо 26-го года, или 50-го какого-то. Ну, короче, до 60-го, мне кажется. Прелесть. Вот это старая классическая гурманика. Очень вкусно. И немного пряно. Следующий аромат это Calvin Klein Obsession. Это уже 80-е, то ли 83-е, то ли 85-е. Ну, что-то такое. Это древесный для меня в первую очередь аромат, а потом уже пряный. Пряность здесь может быть что угодно. Здесь очень много пряностей. Может быть и кориандр, может быть и лавр, может быть, и гвоздика, и... И ещё много-много всего. Но здесь ещё много дерева. Здесь чувствуются прямо древесные ноты. То, как дерево действительно есть. Когда его распиливают. Вы заходите в лес, а там спиливают деревья. Вот, вот, очень пахнет вот так. Или если вы заказали непокрытый лаком. Хотя сейчас как-то делают так, что они не благоухают мебель. А раньше вот в мебельный зайдёшь, и пахло деревом. И таким разным деревом пахло. Вот. Obsession. Вот это вся моя пряность. Конечно, я могла бы больше вам показать. Но все эти ароматы, это я подумала. Какие у меня ароматы пряные. Это первые, которые пришли в голову. А все остальные больше цветочные, цветочно-фруктовые. И там совсем чуть-чуть пряности. Ну, шкаф я вам показывать. Целый шкаф сюда притаскивать не имеет смысла. Так. Я, наверное, уже наболтала минут на 10. На 5. Я себе переоценила. Итак. И первый аромат, который я заказала, это был слон. Потому что все говорили, что он очень пряный. Я хотела испытать пряность по-другому. Девочки, это пряность. Это пряность-пряность. Это невероятная пряность. В первую очередь это пряность. Потом сладость. Небольшая, как будто фруктовая. Вот и все. Цветочности я вообще здесь не чувствую. Вообще нет. Для меня это пряно-гурманское направление. И если вам не нравятся пряности, потому что я знаю, что некоторые... Для некоторых верх пряности это добавить укроп или петрушку, или лавр, лавровый лист, или поперчить. Это для меня не пряности. Это все цветочки, ягодки для меня, когда ты добавляешь действительно вот такие смеси, как карри, как хмели-сунели, много мускатного ореха. Вот обожаю. Короче, я очень люблю пряности. Поэтому, когда я встретила вот это, мой нос встретил аромат слона, он кайфовал. Он получал невероятное удовольствие. Да, поэтому, наверное, исходя из моих вкусов, я склоняюсь к тем, кто этим ароматом восхищается. Это курмански пряно-вкусно. Это очень пряно, да. На фрагрантике я очень много читала красивых впечатлений от этого аромата, отзывов. Согласна, можно нафантазировать что угодно с этим ароматом. Там, где вы встречали пряности, вот это можно все притянуть сюда. Поэтому я считаю, что попробовать такой аромат стоит, попробуйте его летом. Мне кажется, вот для слона нужна жаркая погода. Сами будете решать, влажная или сухая. Мне кажется, и там, и там будет очень красиво смотреться, но может быть по-разному. Прелесть. Вот будет мой летний ароматец. Ну, если меня потянет пользоваться им зимой, то я себе не откажу удовольствием. И мне кажется, что он красивее раскрывается и играет именно на свежем воздухе, там, на улице, не дома. Дома от него можно немножечко задохнуться, но я не задыкаюсь. Достаточно одного пшика, настолько он интенсивный. Он очень долго играющий, очень. На одежде долго сидит, и все равно будет, даже если вы потом каким-то другим ароматом запшикаете, все равно будет он чувствоваться очень долго. Что-то еще про него сказать такое? Ну, фантазировать не буду, потому что не хочу разжигать вам аппетит на аромат, который вам может, скорее всего, даже не понравиться. Только если вы любите, очень любите специи. И что меня поразило, что два этих аромата, сейчас мы перейдем к сафари, делал один, хотя, наверное, это не должно мне поражать, делал один парфюмер, Доминик Арпион. Это ароматы оба 90-х, вот это 90-е, вот это 96-й год. Про сафари. Девочки, это трава, это пряность. Я согласна, вот Фраградик его хорошо описала. Это свежепряный, теплый пряный, сладкий, но сладкий среди несладких ароматов. Вот представьте, это если вы пробуете, какие же вам ароматы назвать, Escape от Calvin Klein, если вы носили, например, какие вам еще назвать ароматы, шипровые, если вы носите шипровые ароматы, вот это будет сладкий, на фоне шипровости. Здесь, по-моему, дубового мха здесь нет, это не шипровый. Это пряный, но в то же время зеленый. Я просто поразилась, когда я залезла на Фрагрантику посмотреть пирамиду. Я подумала, что дает, собственно, эту зелень. И зелень там, так, без телефона я, наверное, у меня есть здесь вот этот телефон. Я не разберусь, потому что, по сути, когда смотришь на пирамиду, аромат-то получается. То есть, когда ты его ощущаешь, он зеленый и пряный, фужерный, пряный, травянистый. А когда смотришь на пирамиду, то он цветочный. Смотрите, гальбану, бархатцы, нарцисс, гиацинт, итальянский жасмин, нарцисс и роза, цветок апельсина. То есть, эту же самую композицию можно было бы обыграть. Какой у нас дождь. Мама родная, мама родная. Хорошо, что я решила не выходить из дома. Хотя можно было бы поделать дела, но, вы знаете, подождут дела. Сейчас сделаю себе чай, сожгу свечки. Этим я люблю осень и зима, то, что можно свечи сжечь. Фонарики развести. Так, Кроме цветов, смотрите, здесь есть апельсин, черная смородина, мандарин. Это тоже сладко. Но, что здесь еще есть? Лист черной смородины, розмарин, корень ириса, ветивер, сандал и пачуль, и кедр. Да? Что розмарин дает такую зелень? Нет. Здесь дают зелень еще и какие-то цветы. Черной ли смородины, мне кажется, они чего-то не договариваются. Здесь должно быть больше. Либо, действительно, вот я читала один комментарий, и там девушка писала, что там не просто цветы, но и перемолотые листики, стебельки этих цветов. Вот тогда так. Тогда может быть. Но я бы здесь нафантазировала намного больше. Я бы нафантазировала поле, заросшее, которому решили дать отдохнуть этим летом. И на нем растет всякая разная травка-муравка. Это и пылевые цветочки, это и какая-то пряная травка, это может быть чуть-чуть полыни. То есть есть травянистая сладость, есть травянистая терпкость, вот эта фужерность и горечь небольшая, и разгоряченное все это на солнце. Это сафари. Это... Вы знаете, там был еще один комментарий, кто написал, что, ну, ничего, пойдет, но это не что-то легендарное. Для тех, кто, конечно, избалован такими ароматами, вот такими вот пряными, сладкими, такими зелено-пряными, горькими, я ничего подобного еще не чувствовала. Я ничего подобного еще не встречала. Для моего нос это шедевральные ароматы, это очень красиво сделанные ароматы. Для меня это ароматы легенды. И считаю, что сафари заслуживает такого же внимания, как слон. Конечно, слон, он все равно ближе сейчас по сладости, чем вот этот, потому что, ну, вот если сравнить их по сладости, вот этот вообще не сладкий. Но здесь есть сладкость. Сладость, ну, травянистая, легкая, вкусно. Койко вкусно, если можно так сказать. Девочки, все, на этом буду заканчивать. А, нет, на этом не буду заканчивать, потому что я хотела сказать, какой легендарный парфюмер этот Арпион, Доминик Арпион, потому что он сделал очень много ароматов, которые очень известны. Во-первых, он автор моего любимого Элиена от Муглер. Это тоже аромат, легенда, шедевр, я считаю. Сделать аромат химический, но такой привлекательный, цветочный, но такой таинственный, простой и в то же время такой сложный. Элиен – это что-то уникальное. Для моего носа это просто верх альфакторного наслаждения. Не знаю. Элиен он делал. Он делал Диор Дюну, да, и вот по старой формуле, не по новой, а по старой, я понимаю, что это вот что-то сюда немножечко уходящее. Pure Poison от Диор тоже шикарный аромат. Amor Amor Кошарель. Сколько ароматов было сделано вдохновленных ароматом Amor Amor. Эйфория Кельвин Клайн. Мой любимый Happy Spirit от Шапарт. Бербери. Лондон. Который у меня есть, который я люблю. Вкусный жасминово-розовый аромат. The Beat. The Beat я не пробовала, надо сказать. Wanted Girl от Азара. У меня сестра его очень любит, но я его не пробовала. Мне нравится флакон. Так, что еще я себе написала. Там намного больше. От Лолик Le Parfum. Флакон стоит тут. Лавр. И сладость ванили. Еще куча всего интересного там. Сислей Суар Делю. И вот который Армани Кот. Но Армани Кот современно меня не зацепил. Теперь я посмотрю Армани Кот у Эклад. Может быть это новая версия неинтересная. А может быть старая формула она более пряная, более интересная. То есть я теперь понимаю, потому что в новой версии почему меня Армани Кот не зацепил. Потому что он мне показался избито ванильно-апельсиновым. сладким притерным. Мне не хватало опять же здесь сложности и пряности. Возможно я просто попробовала новый выпуск. А старый будет что-то интересное. И вот у Ожан есть Ле Шапе Белла. Белль. Ле Шапе Белль. Шапе Белль. Если найду то тоже попробуем. Конечно бюджетные ароматы будут не так легендарно звучать как вот эти. Потому что он еще делал и Ли Ф от Дженнифер Лопес. Приятный аромат но ничего шендевраль. то есть это вам не лалик. Он еще делал для Эли Сап Girl of Now Forever. Но там очень много таких попсовых ароматов которые приятные понравятся многим но меня не зацепили. А вот тут я прямо удивилась. Вот девочки вот теперь я буду с вами прощаться. Просто хотелось сказать что два классных шикарных аромата сделаны оказывается моим любимым парфюмером потому что ну Эли мог сделать только гений. Все девочки вам всем хорошего дня и до следующего видео всем пока-пока.